Всем привет! Меня зовут Максим Кухарь и это «Электроника на пальцах». Тема выпуска – транзистор. Транзистор – это элемент, который может пропускать сквозь себя ток и усиливать его, если на специальный контакт данного компонента действует электричество. Все транзисторы состоят минимум из трех слоев, сделанных из разных полупроводников. В зависимости от их выбора и расположения внутри элемента, транзисторы делятся на биполярные и полевые. Но у обоих видов к каждому слою полупроводника присоединен металлический контакт. Через один из них ток попадает в транзистор, через второй выходит из него, а через третий осуществляется открывание и закрывание элемента, как будто мы крутим вентиль водопроводного крана. Но что насчет разницы между двумя типами транзисторов? Биполярные управляются величиной небольшого тока, который приходит на контакт под названием базы. Изменяемый ток втекает в них через коллектор, а вытекает из эмиттера. Полевой транзистор управляется величиной небольшого напряжения, подаваемого на контакт под названием затвор. Ток в элемент входит через ток, а выходит из истока. Так как два разных типа транзисторов устроены и работают по-разному, то у них различны и их основные характеристики. У биполярных транзисторов это максимально допустимое напряжение между коллектором и эмиттером. А также коэффициент усиления, число, которое показывает, во сколько раз ток между коллектором и эмиттером больше, чем ток, который приходит на базу. У полевого транзистора это максимально допустимые напряжения между стоком и истоком, сопротивление между ними, максимально допустимый ток через сток и рассеиваемые на элементе мощности. Последняя характеристика показывает, что часть энергии превращается в тепло, а при определенной температуре транзистор сгорит. Это значит, что он нуждается в охлаждении. Перейдем к применениям. Первое – это выключатель в электрической схеме. В огромном количестве устройств гораздо удобнее использовать транзисторы, получающие сигналы по проводам, вместо большого количества кнопок и рычажков, которым еще и неудобно тянуться. А кроме того, механические элементы подвержены износу. Второе применение – это усиление токов и сигналов в электронике. Это очень полезно, так как помогает существенно сэкономить энергию, когда речь идет об использовании очень энергозатратных приборов, таких как громкоговорители или лампы накаливания. Благодаря транзистору с помощью тока небольшой мощности мы можем управлять током гораздо большей мощности на выходе из элементов. Третье – это обнаружение, шифровка и декодирование сигналов в радиотехнике. В прошлом выпуске я сказал, что для этих целей применяются диоды. Так вот, они работают в этих схемах вместе с транзисторами. И самое главное применение транзисторов – это микросхемы, которые есть в огромнейшем количестве современных устройств. От роботов до смартфона или компьютера, на котором вы сейчас смотрите этот ролик. Здесь транзистор может выполнять все вышеперечисленные действия и даже больше. Но о микросхемах я расскажу в нашем следующем выпуске. Поэтому не забудьте подписаться на наш YouTube-канал, вступить в группу во ВКонтакте и везде включить уведомления, чтобы не пропустить ролик. А на этом все. Спасибо за внимание. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!